добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о плодах еще одна мысль которая хотел бы дать вам подумать сегодня это мысль о том что принесение очень процесс принесения плода это процесс естественно да мы должны ревновать о том чтобы приносить плоды молиться но сам процесс он не искусственный если вы когда-нибудь встречали яблоню которая бы напрягаясь выдавливала из себя яблоки или виноград который выдавливал из себя эти гроздья то тогда мы можем сказать что да конечно это плод наших усилий но на самом деле тогда мы с вами говорим о плодоношении нам нужно четко понимать что это результат взаимоотношений с богом как говорит иисус если вы прибудете на лозе вы принесете много плода и мы дальше немного поговорим об условиях плодоношения что необходимо для того чтобы принести плод сегодня же я хочу просто дать вам эту мысль не напрягайтесь друзья когда вы находитесь взаимоотношениях с богом когда вы молитесь когда вы читаете писание и это не просто знаете такой религиозная обязанность или так надо не дай бог я этого не делаю а когда это живые отношения с богом когда это внутренняя потребность когда это жажда твоего сердца когда ты с каждым вздохом с каждым словом ловишь откровения с неба тогда тебя начинают переполнять идеи тебя начинают переполнять всякие ну не знаю проекты то есть ты готов бежать до края земли ты хочешь обнять каждого человека тебе хочется быть тем кто просто будет божьим орудием и тогда ты начинаешь приносить плоды плоды плодоношения это результат взаимоотношений с духом святым они необходимость знаете как ты должен пойти и принести какой-то плод ну ты можешь собрать пару камней можешь нарвать несколько яблок но это будут чужие яблоки чтобы принести собственный плод нужно быть на лозе расслабиться насладиться свободой насладиться благодатью которую дал тебе бог просто пребывать в нем и в быть внимательным к тому потоку который бог через тебя желает излить в этот мир и тогда ты не заметишь как у тебя появятся плоды которые будут совершенно естественными не обременительными и сладкими для тех кто их будет употреблять